Приветствую всех детей старше 16 лет и более. Сегодня давайте поговорим про дела автомобильные вообще, например. Я предлагаю вот так. Мы хотели пригласить сегодня в эфир кого-нибудь интересного, но вот те эксперты, те специалисты, с которыми мы хотели бы поговорить, никак не могут. Поэтому я сегодня в эфире один как перст и хочу вас попросить о следующем. Если вам что-то интересно было бы узнать и услышать, касающиеся автомобилей, дорог, парковок и так далее, пожалуйста, звоните, просто может быть, да, что-то называется, офф-топ. Поговорим. Телефон студии 65 10 99 и 6. Поговорим мы сегодня точно абсолютно о парковках, о ведущемся в Москве таком эксперименте, вернее, как власти называют, пилотном проекте по платным парковкам. Потом мой коллега, корреспондент авторевью Алексей Кобец на пути в центр, где ведется, разворачивается этот пилотный проект. Оттуда будет прямое включение. Ну и поговорим о том, как все это дело происходит. А пока я хотел бы сделать вот что. В прошлый раз, это было еще в среду, на прошлой неделе, мы говорили про зимние шины. Говорили целый час, говорили, как мне кажется, очень интересно, потому что были и звонки, были и вопросы, потому что вопрос, какие шины зимние ставить, шипы или не шипы, мягкие, твердые и так далее, да, то есть нет вопрос только там круглые или квадратные. Конечно же, круглые. А в основном, в общем, вопросы есть у людей до сих пор. И вот с чем я столкнулся, даже после эфира, очень многие мне опять говорили о том, что, ну, конечно же, не шипы, потому что шипы скользят по асфальту. Друзья, давайте вот еще раз проговорим эту тему. Давайте закроем этот гештальт. Шипы не скользят по асфальту. Скользит по асфальту мягкая резина протектора зимних шин. И чем шина более зимняя, тем она мягче и тем она хуже себя ведет на асфальте. Это практически никак не связано прямым, только косвенным образом. Это связано с конструкцией шины. Никак не связано с наличием шипов. Потому что, ну, просто даже с точки зрения физики, ну, давайте себе представим. Вот у нас пятно контакта шины. Какое-нибудь там, скажем, да, 205-я шина. Это там 20 сантиметров в ширину, в длину, да, несколько сантиметров в ширину под действием веса автомобиля. Да, они, естественно, расплющиваются. Вот у нас пятно контакта. И в этом пятне контакта, достаточно большом, несколько всего лишь шипиков. Ну, кто передает, да, что передает на порядок, на порядки большие силы. Пятно контакта, то есть резина или вот этот вот маленький шипик. Конечно же, вопрос, ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Более того, мы в авторевью на это стали обращать внимание много-много лет назад, когда только начали делать наши шинные тесты. Это еще в 90-х было, в начале 2000-х. Мы очень удивились сами, когда обнаружили этот эффект. В наши шинные тесты входит масса замеров. Тормозной путь на льду, тормозной путь на снегу, ускорение на льду, ускорение на снегу и так далее. И мы в том числе проверяем еще и поведение зимних шин на асфальте. Иногда только на мокром, иногда на мокром и на сухом. Так вот, выяснилось, что просто цифры об этом говорят. Что, например, в испытании тормозной путь на мокром асфальте, с 80 км в час, как правило, мы тормозим с использованием ЭБС, лучшие результаты первые именно у шипованных шин. Они шипованные идут потом. Вот, пожалуйста, последний свежайший пример. Наш собственный авторевьюшный тест зимних шин, которые мои коллеги Олег Растегаев и Никита Гудков делали на американском полигоне. Заходим на сайт авторевью.ру. Там прямо на морде сайта у нас висит этот тест. Отматываем вниз. Вот табличка. Тормозной путь на мокром асфальте. Первое место. Нокиан Хакапеллита 7. Шипованные шины. Результат 34,7 метра. Второе место. Континентал Конти Айс Контакт. Шипованная шина. 34,7 метра. Третье место. Гудьер. Ультра Грип Экстрим. Шипованная шина. 35,7. Да, уже на метр длиннее тормозной путь. Но это все равно шипы. Четвертое. Мишлен. Иксайз НОЗ-2. Тоже шипы. 36 уже метров. И только пятое место занимает лучшая нешипованная шина Нокиан Хакапеллита R. Тоже 36 метров. Дальше идут опять две шипованные шины. 37,7, 38. И только потом идут все нешипы. Мишлен Иксайз. Континентал Конти Викинг Контакт. Данлап и Тойо. У худшей, у Тойо 44,8. Понимаете, да? То есть, когда вы тормозите на мокром асфальте, если у вас на вашей машине Нокиан Хакапеллита 7, шипованная, то вы останавливаетесь с 80 км в час. Педаль в пол, стрекочет АБС. Вам нужно остановиться как можно раньше, потому что это ваша безопасность. Тормозной путь 37, ну, 35 метров, грубо говоря, возьмем, да? А на нешипованных шинах Тойо у вас 44. 10 метров разницы. Шипы и нешипы. Понимаете? Вот об этом говорит уже многие годы наша практика измерений. Наша практика испытаний. И можно говорить все, что угодно. Можно говорить, что да, вот у меня были шипованные шины, и они скользят на асфальте, у меня было скользко. Друзья, помните, что, еще раз повторим, давайте проговорим этот, что чем лучше у вас зимние шины, сделанные для зимы, тем они хуже на асфальте. Это неизбежный компромисс, инженерный компромисс, на который всегда, конечно же, приходится идти создателям тех или иных шин. Потому что это как, я не знаю, там, как с плавностью хода, понимаете? Если вы хотите спортивную подвеску, она у вас, как правило, получится жестче. Но точка этого компромисса подвесочного или шинного может быть там или здесь. В зависимости от компетенций создателей этого продукта, в зависимости от тех технологий и ноу-хау, которые они применили, в зависимости от возможностей компании. Потому что понятно, что чем компания крупнее и богаче, и чем продукт массовей, скажем так, и важнее, который она создает, тем больше тех самых ноу-хау, ухищрений, и тем шире программа испытаний этого продукта, и тем на большую высоту можно поднять точку этого компромисса. Понимаете? Именно поэтому шины все разные. Именно поэтому у нас вот из года в год там в головке, если говорить о зимних шинах скандинавского типа, то есть рассчитанных на серьезную зиму, рассчитанных на лед и снег, всегда занимают Nokian, Continental, Michelin, скажем так. Вот эти вот три гиганта. Причем, как правило, Nokian, Continental между собой очень всегда там бьются. Michelin, Pirelli, где-то там, где-то рядом. Вот. Я вас очень прошу, вот наши слушатели хотя бы, да, пожалуйста, перестаньте тиражировать вот эти мифы. Пожалуйста, рассказывайте людям, когда они будут вас убеждать в том, что не надо покупать шипы. И, ребят, шипы я продолжаю, несмотря ни на что. Можно, конечно же, ездить и на нешипованных шинах. Более того, в Москве, в общем, наверное, можно ездить и на шинах, так называемых, для центральной европейской зимы. Там, где шипы запрещены вообще. И эти шины, например, очень широко испытывают немцы. Например, клуб ADAC. Там каждый год они выпускают тесты. Если вы хотите посмотреть, что лучше вот из центральноевропейского ассортимента, да, вам на ADAC.DE. Там все вот, все есть, пожалуйста. Вот в этом году, например, лучшие это Continental Conti Winter Contact TS850, Michelin Alpine A4, Dunlop SP Winter Sport 4D и Goodyear UltraGrip 8. И Nokian WR-D3. Это вот такие, значит, шины для мягкой зимы. Они заметно лучше на асфальте. То есть, как правило, они на асфальте себя ведут и на мокром, и на сухом практически сравнимо с летними шинами. Но они еще более скользкие, поверьте, на льду и на снегу. И, естественно, там, да, в московских условиях, да, у нас есть скользкие реагенты, которые ухудшают эту ситуацию. Но ситуация примерно такая же. Расклад между покрытиями примерно такой же, как и во время наших тестов. Вот, наверное, это все, что я хотел сказать по поводу шин. И впереди у нас парковки. Вот, впереди у нас парковки, о которых мы поговорим после выпуска новостей на Финам.ФМ. Еще раз добрый день. Поговорили мы про зимние шины, а теперь про парковки. Я до сих пор помню прошлый эксперимент, который был несколько лет назад в Москве, еще в лужковские времена, с платными парковками. Когда, если помните, появились парковщики с такими, с оранжевыми жилетами, у них на груди мощный висел приборчик типа кассового, и нужно было расплачиваться без наличных предоплатными картами. Я с этим столкнулся. Первый раз я приехал кого-то встречать или провожать на Казанский вокзал. Подошел ко мне парковщик, говорит, все, да, вот, я говорю, как платить? Это было самое начало проекта, видимо, там, первые дни. Он говорит карточкой, вот вам туда, пожалуйста, да, в тот ларек, купите карту. Я купил карту где-то рублей за 300, потому что меньше не было номинала. Истратил из этих 300 рублей 50, положил эту карточку, там было написано город, как-то так все было очень красиво, транспондерная такая карточка, с тем, чтобы, естественно, платить дальше. Но дальше стали происходить совершенно естественные вещи. Парковщики стали брать наличные деньги все равно. То есть они ходили, у них эти штуки болтались на груди, но, естественно, все бабло уходило в карман. И этот эксперимент был бесславно завершен. Так мы и не выяснили, не удалось нам выяснить, кто за это заплатил, потому что якобы город говорил, что некие инвесторы этим занимались. Да, но, однако, программа совершенно провалилась, кто за это заплатил, непонятно, а полагаю, все-таки заплатили мы, естественно, с вами налогоплательщики за эксперимент. И, естественно, никто мне 250 рублей не вернул. Скорблю. Не потому, что жалко 250 рублей, понимаете, а потому что, ну вот, ну, за державу обидно. И вот сейчас вновь возвращается идея платных парковок, возвращается на новом уровне. Уже с первого числа начался то, что они называют пилотный проект. Они просят называть это не экспериментом, а не власти московские, а пилотным проектом. Потому что по итогам его, по итогам того, как вот будет функционировать часть центра в этом режиме, будет принято решение о коррекции программы. Вот. Но действия программы впоследствии планируется распространить на, даже, в общем-то, на всю Москву. Там некая есть зональность и так далее. И уже, естественно, сразу начались проблемы. Про то, как это все происходит, мы поговорим чуть позже, когда выйдет на связь мой коллега. Но, во всяком случае, я вот уже сегодня видел, даже еще вчера видел в эфире, например, телеканала, интернет-канала «Дождь» моего друга Игоря Овчинникова, актера театра-студии Петра Фоменко, который в камеру возмущался ситуацией. У них в семье две машины, они живут как раз там, где, то есть в эпицентре событий они живут. И получается, что они должны, у них, естественно, они не чиновники, они не уезжают строго в восемь утра и не приезжают там в конце рабочего дня. Актер работает в ритме театра, и так получается, что его автомобиль, естественно, стоит когда-то и днем. И почему он должен за это платить, это, конечно, совершенно непонятно. Причем платить, в общем-то, наравне со всеми. Естественно, люди подсчитали, что со всеми с оплатой, с проблемами с неоплатой, потому что они, московские власти, пускают сейчас комплексы мобильной видеофиксации нарушений правил стоянки. То есть мимо проезжает, мимо машин проезжает автомобиль Ford Focus полицейский, снабженный видеофиксацией, автоматически фиксирует ваш номер, присылает это дело в центр, центр отсылает вам штраф на 3 тысячи рублей, ну, извините, да, или там на 2 с половиной тысячи рублей, и что вы каждый день будете платить 2 с половиной тысячи рублей штрафа. В общем, совершенно непонятно. Алексей у нас на линии. Алло. Алло. Да, Леонид, добрый день. Привет, привет. Где ты сейчас? Я на Петровке, собственно, напротив Петровского пассажа. Алексей Кобец, корреспондент авторевью, мой коллега, сейчас в эпицентре событий. Леш, расскажи, как там, народ паркуется, платит? Народ паркуется, платит с трудом, также паркуется в 2-3 ряда, как и прежде. Также федеральные органы наши, в общем-то, совершенно их не интересует, что у нас платная парковка, они на местах, где надо стоять параллельно тротуару, ставят 2 машины поперек и совершенно прекрасно себя чувствуют при этом. Эвакуаторов нет? Эвакуаторов не видно совершенно, видно только одиноких мальчиков, девочек, которые пытаются рассказывать людям, как пользоваться паркоматами. Но паркоматы, опять же, не принимают пока банковские карты, только парковочные, которые еще надо найти, где купить. А паркоматов много? Потому что где-то я слышал о том, что буквально их там считанные единицы на всю... На весь пилотный проект, который... Протяженность всех улиц, которого километров 5-7. Ну, вот это как? Да, вот это как? Вот это так, и ни одного указателя, где найти ближайший паркомат. Никак эти паркоматы не выделены там крупным, табло, что вот здесь можно оплатить парковку. Ничего подобного нет. К сожалению. Причем, что они говорят на тему, почему нельзя платить картами банковскими? Не успели. Вот поставили паркоматы в последний вечер, не успели отработать эту систему, она заработает вот-вот, но, скорее всего, после выходных. Вот это, конечно, удивляет. То есть был поставлен срок 1 ноября, да, начало запуска пилотного проекта? Да, да. Почему обязательно, то есть, ну хорошо, вы не успеваете. Окей, мы понимаем, что страна наша непростая в том, что касается ведения бизнеса. Организация чего бы то ни было серьезного у нас всегда связана с форс-мажором. Но хорошо, вы делаете там нужное полезное дело, пытаетесь навести порядок. Вы не успеваете к 1 ноября. Ну отсрочите, почему обязательно нужно, вот там партия сказала, сделано, вот для галочки открыли, ничего не работает, начинается хаос. Ну, на самом деле, часть все-таки работает, все приложения мобильные работают, оплата по СМС работает, оплата парковочными картами работает. И на самом деле есть еще один, в принципе, это большой секрет. Те штрафы, которые введены московским правительством за неоплату парковки и за нарушение восстановления машины на парковочных местах, они заработают тоже, по-моему, с 7 ноября. Ну, собственно говоря, это всего лишь неделя. Ну, это неделя, но, по крайней мере, я обещаю, что к этому моменту заработают и банковские карты, и вот все способы оплаты доступны. То есть сейчас нет такого, что вы поставили машину и не можете оплатить, а вас приехали и оштрафовали. По крайней мере, нету этого, потому что иначе бы, наверное, все разнесли. — Слава богу, да. Ну, хоть это, это хорошо. А скажи, мобильным телефоном работает эта система оплаты мобилок? — Работает, работает. — Каким образом? — Вы приезжаете на парковку, в территории пилотного проекта установлено, по-моему, что-то вроде 200 желтых ярких указателей, но действительно много их действительно хорошо видно. Там ярко, крупно видно номер парковки, соответственно, когда вы приезжаете, вы на номер 7757 отправляете звездочку номер парковки, звездочку номер машины, звездочка время стоянки в часах. — Ну, это, кстати, будь здоров, это длинная такая смс получается. Ошибиться... Права на ошибку-то нет, да? Если звездочку не поставил, не пройдет. — Права на ошибку нет, но здесь написано вот конкретно смс на номер 775 текст, текст, пример, и, соответственно, ну, то есть сделано по-человечески. Понять, как это отправить можно, все-таки. — Буквы госномера кириллицы, да? — По-русски. — По-русски. — Хорошо, хорошо. И чего, значит, ты отсылаешь эту штуку, и что происходит? — По-русски. — Ну, ты отсылаешь эту штуку, соответственно, если ты указываешь время парковки, то у тебя сразу списываются за это время деньги. Если ты не указываешь, то у тебя списывается по часу, и тебе приходит смс, что вот, пожалуйста, у тебя списались деньги, пожалуйста, если уезжаешь, прекрати, если нет, то мы продолжим списывать. И, соответственно, чтобы прекратить, надо на этот же номер 7757 отправить букву «С» русскую или английскую. — Слушай, это же прекрасно. То есть, если я приехал, отправил смс-ку без указания времени, потому что, ну, как-то там не подумал, а потом уехал и забыл отправить смс-ку, то мне до скончания прямо до Морковкиного заговения, да, будет... — Но будут приходить сообщения, что дорогой у тебя списываются деньги. — Ну да, и ты, естественно, на смс-ку тогда реагируешь, да. — Да, да. То есть в этом плане тоже... — Хорошо. — Ну, и вот эти вещи сделаны достаточно хорошо, просто на это все накладывается наше российское вот это вот разгильдяйство повсеместное, поэтому накладок, конечно, много. И, опять же, множество стоит ограждений в виде столбиков и цепочек, к сожалению, хотя глава департамента транспорта Максим Алексутов во все услышание заявлял, что никаких поблажек не будет. Вот, например, на каретном ряду 4, где гараж управления делами президента, там стоят информационные щиты, нарисована разметка, знаки платная парковка, но все это ограждено столбиками и цепочкой. — Угу, 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 да. — И, соответственно, пока я не смог получить от департамента комментарии, когда это все будет устранено и в таком виде, и что вообще с этим будут делать. — А с картами? — С картами вы имеете в виду... — Вот с этими предоплатными, которыми тоже можно платить. — Карты предоплатные продаются в киосках Мосгортранса и, соответственно, в кассах метро, но здесь на Петровской общественный транспорт не ходит, этих киосков Мосгортранса днем с огнем не сыщешь, поэтому тоже большой вопрос пока. — Ну, опять же, московские власти заявляли, что они хотят, чтобы основным способом оплаты были СМС и парковочные приложения, и пока они, собственно, все для этого делают, чтобы в итоге паркоматами было пользоваться неудобно, негде, и люди не знали, как это, в общем-то, делается. — Леш, огромное спасибо. Просьба к тебе не уходить, потому что мы после новостей попробуем отвечать на вопросы слушателей. Вопросы... Пожалуйста, звоните сейчас после новостей. — 6510996, код города 495. Говорим про развернувшийся в Москве пилотный проект платных парковок. У нас на связи мой коллега корреспондента в Тривю Алексей Кобец, который занимается этим вопросом и который сейчас там. Пожалуйста, звоните 6510996, код города 495, задавайте вопросы. Да, если интересует, как это все работает, как это все должно работать, как это работает сейчас, да, и меня интересует ваше мнение. Москве нужны платные парковки? Если нужны, то как они должны быть устроены? И как вы думаете, получится у властей действительно навести порядок на наших дорогах? И если получится, то как это повлияет на нашу жизнь? А то, что повлияет, это уж к бабке не ходить, это однозначно. Дозвонился до нас Михаил. Михаил, приветствую. Вы в эфире. — Добрый день. — Здрасте. — Добрый. — Здравствуйте, Леонид. Очень приятно вас слышать по телефону. Я слушаю постоянно ваш слушателей. — Спасибо. — Слушатель. Значит, такой вопрос. В Москве бывает сейчас достаточно редко и очень озабочено вот той информацией, которую услышал у парковков и так далее. Вот сегодня вечером ехать в театр, в Ахтангова. — Да. — Вот. Может быть, вот Алексей не скажет как-нибудь, может по интернету как-то заказать парковку или вообще отказаться от машины ехать на метро, либо что там-то происходит в этом-то районе. Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — В районе Большого театра имелось в виду или в районе просто проведения кем-то? — Нет, нет. Ну, человек конкретно едет в театр и действительно думает о том, что, а может быть, поехать без машины. На самом деле, в общем-то, власти и хотят нас подвигнуть, чтобы вот, когда мы думали о том, ехать в центр на машине или нет, мы десять бы раз подумали, да, правда, Леша, и отказались бы от поездки на автомобиле. В этом их цель. — Абсолютно. — Вот. Другое дело, что, конечно же, да, насколько я понимаю, вот вопрос был, можно ли по интернету заранее заказать парковочное место. — Заранее заказать нельзя, но можно онлайн на сайте parking.mos.ru, либо через приложение для айфона, андроида или Windows Phone посмотреть вот в текущую секунду, на какой вылет и сколько свободных мест. — И это тоже, кстати, работает. — Это работает, да? — Слушай, интересно, надо попробовать. — Надо попробовать. — Но это, в общем... — Вот я буквально час назад попробовал действовать. — Это тоже не очень, в общем-то, о чем, потому что, ну, ты выезжаешь за час, за сорок минут, и за это время, конечно, да, все может измениться до неузнаваемости. — Абсолютно. — Это правда. — Вот, ну, вот, мне кажется, что, ну, пока ответ на вопрос не очевиден, ехать на машине в театр сегодня вечером, да, я тоже сегодня поеду в театр, надеюсь, вечером и надеюсь на машине, потому что, ну, все-таки поездка на автомобиле в такое место, как театр, намного более приятная, нежели чем пока еще с нашим, там, общественным транспортом и так далее. — Послушаем, что нам скажет Владимир. — Владимир, приветствую. — Здравствуйте. — Здрасте. — Вы знаете, вот, я вот за то, чтобы были платные парковки, но только там, где они нужны, а не там, где они не нужны. Вот я сейчас на Первом Колобовском стою, там платные парковки. Дело в том, что жители дома, они сейчас за понедельник получили право, ну, пользоваться бесплатно, а потом только с восьми вечера до восьми утра. А если человек работает, допустим, с десяти вечера, за десяти утра спит, плати пятьдесят рублей в час. — Именно. — Если ты там забыл или еще что-то, будь любезна, двух с половиной тысяч заплати, это называется не парковки, это называется беспредел, зарядство, финансовый карман, это первое. А второе, вот, допустим, в Париже, там на квартал существуют парковки. Если ты не поставил машину на парковку, а поставил на улицу, там штрафуют тебя. А здесь нет парковочных мест, бесплатных, муниципальных, а деньги будут телебизнесом давать. — С жителей. — Так у вас жителей вообще получается, куда машину? Я вот подошел к девушке, которая работает вежливым, так все, вы знаете, что у нас платная? Я говорю, да, знаю. Она мне говорит, а вы знаете, говорит, это целая. Я говорю, а как же вот быть? Она говорит, надо вот получить. Ну и получили, допустим, с восьми до восьми только, с восьми лишних до восьми утра. А дальше? А еще в комендировку уехал. А субботу, воскресенье. Или заболел человек, или вот еще что-то. Представляете, идиотизм полный. — Я слышу, я слышу женский голос там, да, который возмущается, да. — А это вот моя жена сидит рядом, а мы только что вот съехали. Это ужас, конечно, ужас. — Ну вот вопрос, да. Что мы будем делать? — Ну вопрос, да, вообще. Вот если человек, он может просто я в машину заболел, в больницу увезут на скорой помощи. И что, ему там выставят там за тридцать дней, за как злостному нарушителю, не подвеску он тысячи там не заплатил за час, а за все это дело. И получается, он там миллион будет должен, и потом квартиру опишут, потом его на улицу выбросят. Это все только начало. Это рыбовский захват, воровская схема обыкновенная. — Владимир, да, да, спасибо. — Ну, на самом деле никаких миллионов человек должен не будет, поскольку у нас есть штраф за неоплату 2,5 тысячи, и машина просто будет эвакуирована через какое-то время на штрафстоянку. Но вот за штрафстоянку человек уже будет должен денег. — Скажи, пожалуйста, Алексей, вот сейчас ты сказал про 2,5 тысячи штрафа и эвакуацию. То есть я поставил машину и, скажем, не плачу, проезжает парк он, проезжает дважды, насколько я понимаю, да, с интервалом в 15 минут. То есть первый раз проехал, он зафиксировал мою машину, которая стоит без оплаты. Второй раз, спустя там 15 минут, ну как это все должно работать, пошла, значит, оплата штрафа. — Через какое время приедет эвакуатор? Это известно? Власти об этом говорят? — Это неизвестно. Это неизвестно, как только, так сразу они говорят. Но вот сейчас на моих глазах на Петровске эвакуаторы уже работают, причем в немаленьком количестве. — Именно на платных парковках? — Сейчас на запрещенных местах они эвакуируют машины, которые установлены с нарушением правил установки стоянки. То есть не неоплаченные, а именно с нарушением правил. — Ну да, я думаю, что пока они, конечно же, терроризировать тех, кто неправильно там оплатил или не оплатил, они, конечно, не будут, потому что ну просто еще рано. — Ну конечно. — Просто потому что, да, они сами это понимают. Но цель-то именно такая, правильно ведь? — Да, да. — Если ты встал и не платишь, то, соответственно, да, ты, во-первых, попадаешь на штраф, во-вторых, на эвакуацию автомобиля. И это даже в том случае, если ты живешь в этом доме. И просто там, скажем... — Абсолютно. — Вот как с этим быть, расскажи, пожалуйста, они же там, по-моему, предусматривают какие-то квоты, да, для местных жителей, но очень маленькие. — Отдельных парковочных мест для местных жителей не предусмотрено, это их позиция. То есть что вы живете в соседнем доме совершенно не гарантирует вам, что вы, приехав даже с вечера до восьми утра, найдете место. — Это первое. Второе — во дворах, именно во дворах, не на ушной дорожной сети, а во дворах места остаются бесплатными. И жителям это действие в том, чтобы устанавливать шлагбаумы на въезде во дворы, чтобы те, кто приезжает в близлежащие офисы, не занимали вот эти места во дворах. И третья позиция и московских властей, и авторитетных транспортников вроде Блинкина заключается в том, что улицы, то есть общественное пространство вот в этих переулках московских в центре, оно не принадлежит жителям домов, к сожалению, или к счастью. — Да, поэтому то, что в семье у нас, у тех, кто живет в центре, бывает по три-четыре машины, и люди хотят оставить прямо под своими окнами, но это просто невозможно. — Ну да, ну да, это правда. — Это правда. — Поэтому с этим придется милиться. — Да, да. — Алексей, спасибо тебе огромное, удачи тебе в твоем нелегком деле. — Спасибо. — Да, на связи был корреспондент, авторевью мой коллега Алексей Кобец, который занимается в том числе и этой проблемой парковок. — Читайте в авторевью, мы сейчас практически в сводке с полей каждый выпуск публикуем, да, что происходит, почему и так далее. — Телефон нашего сейчас прямого эфира 6510996, код города 495. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Меня интересует ваше мнение. Как вы думаете, что будет, чем закончится этот пилотный проект? Удастся ли московскому правительству навести порядок? Удастся ли разрулить ситуацию таким образом, что овцы останутся целы? Что все те, кто живут в центре Москвы, смогут нормально существовать в привычном или слегка отличном от привычного ритме? И, соответственно, будет ли порядок на наших дорогах? Почему я задаю этот вопрос? Потому что я уверен в том, что если все получится, то платные парковки существенно повлияют на жизнь всей нашей страны. Я объясню это чуть позже, а пока послушаем, что скажет нам Игнатий. Игнатий, здравствуйте. Леонид, добрый день. У меня два вопроса. Я работаю спасателем. У нас всегда возникают проблемы, нарушения скоростного режима. Нам приходят штрафы, в том числе, как мы едем спасать людей. И понимаю, что такие же могут возникнуть проблемы со стоянкой. Второй мой вопрос. Сейчас, помимо этого, я езжу на мотоцикле, в том числе экономия, в общем, пространства города. Когда мне надо везти много детей, я еду на автобусе. А вот часто в городе я езжу на мотоцикле. И у нас здесь такая сильная дискриминация. И по оплате парковочных мест, хотя пять мотоциклов занимает одно парковочное место автомобиля. Как-то вот власти придумали решить эти два вопроса? Игнатий, спасибо. Вот, кстати, вопрос про мотоциклы очень интересен. Его уже я обещаю. У меня, естественно, нет ответа на него. Я уверен, что пока власти про это еще не думали. Потому что ни слова про мотоциклетные парковки сказано не было. И ни слова сказано не было про то, можно ли парковаться мотоциклом на тротуарах, как это, например, сделано в том же Париже. И вы абсолютно правы в том, что мотоциклизм намного облегчает транспортную ситуацию в городе. И мы к этому, безусловно, идем. Я, например, серьезно задумываюсь над тем, чтобы следующие лет провести именно на двух колесах. Потому что это намного тебе облегчает жизнь. И, собственно говоря, всем другим. Я узнаю. Я узнаю. Обязательно мы еще не раз к этому вернемся. А что касается, конечно, службы спасателей, это, да, действительно очень серьезная штука. И такая даже, ну, трагедия, наверное. Потому что от того, насколько быстро вы приедете к месту происшествия, зависит очень многое. Иногда там, я не знаю, здоровье и жизнь. А никаких мигалок ведь у вас нет. И, естественно, получается, что там власть не может ведь создавать какие-то там списки, черные или там белые, и исключать номера этих машин, которые принадлежат службе спасателей, из числа всех машин, и не рассылать ей штрафы. Насколько я понимаю, это решается так, что вы, ваша организация спасателей может договориться и потом постфактум, то есть платить штраф, а потом получать его обратно. Я так думаю, вот как это может быть делается в цивилизованных странах. Но как будет ли это работать у нас в России, это вопрос. Это вопрос. Потому что, ну, мало что работает. Пока новости. Тоже Достоевский, а также Чехов, Салтыков-Щедрин и так далее. Вот, глядя на нынешнюю российскую жизнь, конечно, начинаешь лихорадочно перечитывать классиков. И ужасаешься, да, количеству совпадений, которых все больше и больше. Пилотный проект по платным парковкам начинается в Москве. Вопросов гораздо больше, чем ответов. И совершенно непонятно, к чему это все приведет. Ваше мнение, мне интересно. Звоните 6510996, код город 495. Вот, например, на сайт finam.fm пишет Александр. А если телефон сел, пишет Александр, и его никак не зарядить. Ну, нет зарядки. Такой вот бывает, да? У меня часто. То есть ты, скажем, отправил смс-ку о том, что о том, что парковка началась, а телефон у тебя тут же там потом поговорил 5 минут или 10, и телефон умер, зарядить его негде, зарядки нет. Что? Ты будешь платить, пока не подключишься к зарядке и отправишь смс? Прикольно, пишет Александр. Да, Александр, отвечаем. Прикольно. И посмотрим, как все это будет происходить. Давайте послушаем, что скажет нам Александр, другой, который дозвонился до нас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу рассказать свою историю. Был в сентябре месяце в Германии. Там решилась проблема с парковкой. Там тоже, сами понимаете, маленький город по сравнению с Москвой. Решили элементарно. Там поставили электронные парковщики. Бросаешь денежку, кладешь под лобовое стекло, бумажку с оплатой и пошел заниматься своими делами. У них хорошо развита служба парковщиков. То есть подъезжают, посмотрели, все нормально. Если нет, забирают машинные уплаты. Здесь можно элементарно таким же образом поступить. Если люди не хотят ставить электронные парковщики, то под каждым домом парковка подземная. Но она бы подешевле, чем, допустим, наверху. Таким образом тоже можно решить проблему. Александр, ну как, то есть вы предлагаете строить подземные парковки? Где, возможно, да. Евгений Михайлов, зам Лексутова, в моем эфире уже сказал, что нельзя строить в Москве подземные парковки, потому что Москва стоит на плывунах, на мягких грунтах, и уже плотность подземных коммуникаций такова, что строить якобы внутри нельзя. Нет, я имею в виду, где возможно. Где невозможно, можно обойтись электронными парковщиками, отвести специальное место под это, элементарно, может. Или же вообще запретить въезд в Москву любому транспорту. Они же продвигают общественный транспорт. Все путей едят, чтобы это было общее. Да, да, Александр, спасибо. Доехали, поставили машину, пересели на общественный транспорт и поехали. Но так же никто не будет делать. Ну вот именно. Сразу появятся индивидуумы, которые будут пользоваться автотранспортом. Просто нужно немножко к людям тоже отношения нормально иметь, а не кнут, кнут, кнут. Александр, да, да. Везде, все кнуты одни. Да. Хоть немножко вдохнуть нам, автолюбителям. Правда, спасибо. Спасибо. Максим. Максим, приветствую. Добрый день. Здрасте. Хотел я выразить, так сказать, мнение свое. Во-первых, я считаю, что, в общем-то, парковки платные в центре города это, в принципе, нормально. Ну, то есть, вполне очевидно, что тот объем машин, которые у нас ежедневно в центр заезжают, он просто нигде даже в теории там встать не может, потому что тем более бесплатно. Абсолютно правда. В принципе, да, то есть платные парковки, они, я думаю, в какой-то мере эту проблему-то все-таки решат. Единственное, что вот мне бы лично хотелось, чтобы не только люди, которые, скажем так, без хитрых номеров, без проблесковых маячков сюда въезжают и платят, а чтобы платили за свои парковочные места, собственно говоря, все, кто-то въезжает. Без привязки к службам, структурам, надобности и так далее. Максим, а вы верите, что это возможно? Я, естественно, Сейчас в нашей стране. Вот правда ведь, да? Я, естественно, в этом не верю. Я, более того, хотел бы ремарочку сделать на ваше сообщение прям до рекламы относительно того, что нет, нельзя же там делать списки там выделенных номеров, которые там пам-пам и так далее. Списки подобные, ну, не знаю, вот насчет парковок, есть в виде фиксации скоростных нарушений, то есть у меня просто есть знакомые, которые работают в нашей инспекции и говорят, что определенные, скажем так, численно-буквы, буквенные комбинации не аффицируются за ними автонарушения. Я тоже об этом слышал, Максим, я тоже об этом слышал, да, это правда. Да, и, собственно говоря, последняя мысль, которая, наверное, не очень относится, но все-таки по автомобильной теме меня просто очень пугает то, что систематически у нас за пределами центра строятся новые какие-то жилищные комплексы и позиционируются как, например, жилье премиум-класс и так далее, и при этом совершенно по каким-то непонятным причинам эти застройщики не думают о парковочных местах совершенно. Да, 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 да. Просто буквально вчера попал в такой район и обалдел, мягко говоря. И до сих пор то есть это закладывается, проблемы закладываются еще на стадии проектирования жилых и нежилых массивов. Да, даже может быть проблема-то не в проектировании, то есть я просто сейчас, скажем так, занимаюсь себе проблемой покупки жилья, проект, как показывает практика, переделывается там 15-20 раз, это не беда. Беда в том, что вот тот проект, который изначально заложили без вот этих вот досугных парковочных мест, он же каким-то, не будем говорить, ну, в общем, каким-то странным образом одобряется нашими администрациями и так далее. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да, Максим, спасибо. Это колоссальная проблема, которую, ну, я так понимаю, что все-таки нынешние власти пытаются решить проблема правильного градостроительства, но если, то есть сейчас только замораживаются какие-то проекты, там, самые ужасные, которые могли бы быть реализованы, а наведение порядка еще впереди. Давайте послушаем Дениса. Денис, приветствую вас, вы в эфире. Да, добрый день, добрый день, Леонид. Если позволите, немножко пофантазирую насчет, как бы, прогноза, к чему это может привести. Давайте. Ну, как я себе представляю, если это останется на постоянную, то 18 тысяч в месяц, как эксперты подсчитали, да, для местных жителей, 18 тысяч в месяц в парковочное место, ну, я думаю, что вряд ли кто-то потянет. Да, именно. Это приведет к тому, что жители вынуждены будут оттуда переселяться. То есть власти Москвы полномерно действительно осуществляют, как говорил предыдущий, там, некоторое время назад, слушатель, редерский захват, вытеснение коренных москвичей или, там, людей, которые живут именно в центре Москвы за, там, сначала за бульварное кольцо, там, за третье кольцо и так далее. Ну, смотрите, переселяться куда, понимаете? Переселяться? Простите, да. Куда? Потому что платные парковки появятся ведь не только в центре, они появятся по всей Москве. Понимаете? Ну, хорошо. А продать квартиру, купить новую, это целая история. Это, как бы, вы покупаете квартиру ведь не на год, не на два, на десятки лет. А если все пойдет нормально, то на окраине, в спальных районах точно так же будет платная парковка в спальных районах. Представляете, это вот где вот эти у нас коробки с кучей машин на тротуарах, потому что стоять им негде. Там тоже самое будет. Там живу в таком районе, но пока это еще бесплатно, и я так думаю, что так быстро они это не сделают по всей Москве. Но я думаю, что все полномерно идет именно к этому, что людей будут просто вытеснять на окраины и... На окраины чего? На окраины Москвы? За пределы Москвы? Москва большая, Москва теперь большая, вы же знаете. Поэтому и, соответственно, жилье наверняка будет дешеветь. То есть, как бы, если есть жилое помещение, но без парковочного умения, соответственно, оно будет стоить дешевле. То есть, это идет все к этому. Да, да. Денис, спасибо. Вы подняли очень важную тему, о которой я обязательно так иначе хотел сказать. О том, что вот этот проект, который в случае его успешной реализации полностью изменит наши привычки, приведет к колоссальной перестройке перестройки всего нашего общества и уклада и ритма жизни. И, понимаете, наверняка и пострадает, и не пострадает, скажем так, изменится. И деловая часть, потому что вы сто раз подумаете ехать в тот или иной ресторан или посещать ли театр, потому что, ну, погода плохая, вы не будете стоять, мерзнуть, ждать 15 минут автобуса, потом там с 10-ю пересадками куда-то ехать, а потом ехать обратно в ночи. Вы останетесь дома, и вы не пойдете на этот концерт, вы не пойдете в этот театр, вы не пойдете в этот ресторан, вы не пойдете в гости. То же самое, да, потому что у вас будут проблемы. Наверняка начнет меняться действительно и структура собственности в центре Москвы, наверняка будут как-то там меняться приоритеты, меняться цены, но мне кажется, что, понимаете, куда нам деваться с этого глобуса? Москва, проблема еще одна в том, что Москва это не Париж, Москва это не там, я не знаю, там, не Берлин, не Амстердам, у нас Россия это не западная страна, у нас жуткая неравномерность политической, ну, политической нет, хорошо у нас жизни, я не знаю, да, финансовый, социальный и так далее. У нас Москва это государство в государстве, это совсем другая жизнь, нежели чем в 20 километрах от Москвы, в 50, в 100, да, в 500 и так далее. Поэтому с подводной лодки пока деваться некуда, и если власти хотят, вот об этом говорил прекрасный эксперт Михаил Юрьевич Блинкин, которого мы надеемся заполучить в эфир, он говорил, что власти пытаются решить транспортными методами нетранспортные проблемы. У нас есть колоссальная нетранспортная проблема в России, концентрация всей нашей жизни в Москве. Именно поэтому у нас так много автомобилей, потому что у нас в Москве очень много ну скажем так активных людей, которые не хотят ехать ни в Воронеж, ни в Липецк, и так далее. Они хотят жить в Москве. Поэтому как все это будет продвигаться пока сказать очень сложно. Понятно одно, что что-то делать надо, и спасибо власти за то, что она начала какие-то проекты, которые на первый взгляд выглядят ну хотя бы не откровенно провальными. Но проблем очень много, вопросов очень много. И будем надеяться на то, что в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. На это в общем есть некие надежды. Вот. А пока спасибо с вами был Леонид Голованов, мой коллега Алексей Кобец. До следующей встречи.